Для начала я расскажу вам одну историю из Сирии Сам себя не похвалишь, ходишь как оплеванный В этом здании я был, значит, внутри здания был один раз или два, точно не помню Но оба раза это связано с бегущим городом Поднимите руку, кто знает, что такое бегущий город? Вот, он родом из этого, как я понимаю, здания, так или иначе, из тусовки, которая связана с Лити И поэтому часто старт был дан здесь Вообще мы там начали ездить где-то в четвертом году на него И много раз ездили очень И в Питер, и во много других городов Одно время я все время здесь, значит, все время там в нем участвовал, не знаю сколько раз И вот в какой-то момент наш самый главный в 2008 году бегущий город У нас была команда Легуха-Вездеход, называлась Состоящая из четырех человек, очень сильно слаженных И до этого весной 2008 года Мы победили на Москве с отрывом в один час от второго места В категории Атланты После этого мы поняли, что мы готовы брать Питер До этого никогда в истории бегущего города Ни одна команда из Москвы не побеждала в Петербурге Мы были первой командой, которая смогла победить Была команда Атланта, снова называлась так Легуха-Вездеход И стартовали мы вот здесь, внизу, от этого дерева Мы получили задание Вот, и на 18 минут обогнали конкурирующую команду Которая называется Креветки-Креветки Из Санкт-Петербурга Вот И я прям все запомнил Я все запомнил Вот сейчас я пришел, я все вспомнил Как мы тут грелись после этого Там на вот этой лестнице круговой А еще было награждение Может быть даже в этом зале А может быть и не здесь даже, точно не помню Награждение было Человек очень опаздывал, один из наших Очень опаздывал, самолет у него опоздал И нас уже объявляют Мы выходим Я говорю, ну ты где? Нам вручают наш кубок Он влетает на сцену И кричит в микрофон Спартак, наконец, победил ЦСКА В этот день впервые за много-много-много лет В Москве далекий Спартак победил ЦСКА В личном матче чемпионата России Вот, ну зал немножко как бы Развел руками Как-то немножко не то место, где нужно объявлять Что какой-то там Спартак победил Какой-то там ЦСКА Вот, но тем не менее народ оценил Так, ну что АБЦ, да? АБЦ тройки Вот Ну и вообще гипотеза АБЦ Ну, начнем мы с того, что была такая теорема фирма Великая, да? Жила-была Великая теорема фирма Срок жизни у нее был очень долгий С 1600 Да По 1994 год В этом году она благополучно умерла своей смертью Будучи доказанной Эндрю Уайлсом Ну там после некой проверки Там находили ошибку Все такое Длинная история Но так или иначе Теорема фирма умерла Значит, что происходит в математике Если какая-то эпохальная Великая гипотеза Становится доказанной теоремой Ее усложняют? На общий случай? Ну, тут сложно сказать, что значит общий случай Но ее усложняют Это верно Это утверждение верное Ее как-то усложняют Ну, вообще, как бы жизнь математика Работающего математика Это гнаться за какими-то недоказанными теоремами Все Он, как бы, больше ничем, по сути, профессионально не занят Вокруг него бегают какие-то граждане из промышленности Которые говорят Ой, можно у вас вот эту теорему А вот эту Ой, а для полета самолетов нам нужна вот эта теорема, да? Доберите все, что хотите, да? Но, наоборот, никогда не бывает Не бывает, что вы пришли из производства И математику заказали доказать какую-нибудь теорему Он докажет ее все равно для какого-нибудь сферического коня в вакууме И на этом будет полностью удовлетворен красотой формулировки А то, что исходная ситуация не имела к этому отношения Это его совершенно не волнует Потому что важна красота формулировки, правильно? Вот Ну вот, соответственно, математик берет теорему ферма Доказывает ее, значит, коллективный математик такой Доказывает ее 358 лет После этого коллективная математика ее обобщает Но здесь есть разные варианты обобщения Вот, например, есть такой, да? Ну, в такой форме, конечно Ну, да Но на самом деле на сегодня она все еще гипотеза Называется гипотеза Каталана Но здесь, значит, естественно Там нужно какие-то дополнительные условия наложить Типа взаимной простоты x, y, z А также какие-то a, b, c Тоже должны быть специальные Вот Потому что в общем виде она не верна Например, 11 квадрат плюс 2 в квадрате Благополучно равно 5 в кубе И к этому мы еще вернемся чуть позже Буквально через несколько минут К этому вернемся Ну, то есть какие-то контрпримеры здесь явно есть Ну и какое-то, видимо, утверждение в общем виде здесь имеется Которое в данный момент не доказано Ну, что типа контрпримеров очень мало Там при a, b, c больше трех, например, их там нет Или что-нибудь такое Вот Ну, есть еще какие-то такие утверждения, похожие на это Например, y, там, скажем, в степени a Минус x в степени b равно 1 Ой, извините, Каталана Все перепутал Вот это Каталана И она доказана А это гипотеза Билла И она не доказана А это доказано в 2002 году Чрезвычайно изощренным образом А что значит доказано? Что она вообще утверждает? Как вы думаете, что она утверждает? Две степени, да? Две степени в нутральном ряду стоят рядом Что может утверждать такая гипотеза? Почти Одно решение все-таки вы, наверное, легко угадаете Да, правильно Так вот, утверждает она, что из этого следует, что это написано равенство 3 квадрат минус 2 в кубе равно 1 То есть, что y равно 3, a равно 2, x равно 2 и b равно 3, точка, все В натуральном ряду никогда в жизни больше не встретятся рядом две полные степени каких-то чисел И она доказана уже, доказана Вот, но, значит, кроме того, есть какие-то родственные задачи, да? То есть, вот то, что я буду сегодня рассказывать про гипотезу АБЦ Это такая великая общая крыша для всего Для всего, что изучается более-менее, там, для половины, может быть Может, даже двух третей интересных уравнений в области современной теории чисел Просто, то есть, это крыша и для теоремы Ферма, и для всего, что я сейчас написал И для много чего еще Вот, ну вот, там, что-то такого рода напрямую связано тоже с этой ситуацией Вот это называется уравнение Пелля Уравнение Пелля И его требуется решать, значит, при любом фиксированном m его требуется решать в целых числах x и y То есть, давайте вот здесь тоже проясним, потому что я хочу про это уравнение поговорить немножко подробнее Дело в том, что я вот про гипотезу АБЦ Гипотеза АБЦ, это моя прям вот, я ей ужасно увлекся последние годы Мне она очень нравится, и все вокруг нее очень нравится И поэтому лекции про нее много разных Но в том-то и дело, что они немножко отличаются друг от друга То есть, на одной лекции, вроде одно и то же название там, в погоне за тройками АБЦ Только что я там читал такую лекцию в этом самом, на дне открытых дверей в школе 2107 Заходите и садитесь на ступени спокойно, вот там вот полный коридор есть Абсолютно пустой Кроме того, коронавирус убит 24 февраля утром первым залпом В Москве, да, а в Питере еще один Да, в Питере он сопротивляется, он засел в домах жилых и сопротивляется Извините, я очень люблю черный юмор, это не значит, что я, как сказать Ну, в общем, вы поняли Я просто очень люблю черный юмор Вот, в общем, короче говоря Короче говоря Я сам себя сбил А, в 2107 в школе, да, была тоже про АБЦ гипотезу Но, как бы, немножко по-другому, в другом ключе И, значит, там я акцент делал Ну, и там немножко было все покороче Я думаю, что мы с вами долго поработаем сегодня, да Вечер длинный, сейчас впереди Вот, и я хочу вот эту, про это сегодня поговорить с вами подробнее Почему это к гипотезе АБЦ имеет отношение Так, еще Есть чрезвычайно важный класс уравнений Похожих на вот такое Поднимите руку, кто знает, почему я вот именно семерку употребил здесь А не какое-нибудь другое число Поднимите руку, но не говорите вслух Раз, два, три, четыре, пять Ну, несколько рук есть Оставить загадкой или сразу сказать? Значит, это уравнение Решение которого В простых числах Вот если решать его В остатках отделения на какое-то простое число Огромное какое-нибудь простое число взять Очень большое Много-много знаков Простое число И решать в остатках отделения на это простое число То Соответствующее, значит, множество решений И связанные с ним Хитрые трюки Придуманные еще, внимание, диафантом Александрийским В район третьего века нашей эры Так вот, вот это вот Вот это уравнение И его решение в таких системах чисел Отвечает за функционирование Криптовалюты, биткоин И без этого уравнения Никакого биткоина не могло бы и быть Вот, вот так Значит, соответственно, если вам интересен биткоин Вам придется изучать Арифметику простых на очень высоком уровне Так устроен современный мир Понимаете, да? То есть ключ как бы к процессам, которые идут в нашем мире Это математика Ну, более-менее всегда Ну, я, конечно, не имею в виду там социальные процессы Но все технические процессы стоят вот на этом Хорошо Ну, вот это вот такой некий запас уравнений И во всех случаях речь идет о каком-то трехчленном соотношении То есть когда что-то плюс что-то равно что-то Ну, и поэтому общая крыша Неудивительно, что общая крыша для Мне кажется, я видел где-то другого цвета фломастер Или я ошибся? Тут очень-очень много черных Наверное, я ошибся Ну, ладно Тогда Тогда вдруг Ну, если кто-то присутствующий преподаватель И у него есть цветные фломастеры Швырните меня Давай Не пишет, да? Ну, ладно, если что, я поймаю Я вратарь Я смогу поймать Итак, поехали Можно, можно кидать Можно кидать по одному только Кидайте по одному Все мечи сразу я не смогу поймать Спасибо, спасибо Спасибо огромное Я верну, правда они немножко поизносятся Есть все, как бы все уже Весь набор четырех красок Которых, как доказал Дегрей в 18-м году, недостаточно Для покраски всей доски, да. Вот. Итак, и так, и так, и так. Блин, а, ну ничего, ничего. Все равно попробуем. Итак, формулирую гипотезу АБЦ пока в таком виде, как бы это сказать, в ущербном виде, то есть в таком, которое требует объяснения. Она начинается с удивительно общей фразы. Пусть А плюс Б равно С. Вот такая вот гипотеза, да, которая что-то дерзает утверждать про любую ситуацию, когда сумма двух чисел равна третьему. Ну, здесь, соответственно, понятно АБЦ. Целые, положительные, ну или можно сказать натуральные, если не включаться в холивар, начинаются ли натуральные с нуля или с единицы. Так. Соревнования фломастеров, да. Взаимно... Взаимно простые. О, а тут еще стиралка. Опа. Так. А я в совокупности? Или попарно? Ну, понятно, что если эти три числа взаимно простые в совокупности... Алексей Владимирович, вот колерки не видно цветные. Да, понял. О, здесь яркие мне, да, ребята. А может еще один? Этот яркий, да? И еще один. Ой, а этот не успел. Так. Ага. Сейчас посмотрим, посмотрим. О, да. А так видно? Нет, все равно не видно. Ну, если так надавить, да. Так вот, если А плюс Б равно С, да, то из того, что они в совокупности взаимно простые, следует, что они и попарно взаимно простые, правда, да? Ну, это так, сверение часов, да, очевидно. То есть, если у каких-то двух будет общий делитель простой, то у третьего тоже будет то же самое. Поэтому они уже в совокупности не будут. Поэтому я просто буду писать в дальнейшем взаимно простые и все, не указывая, как именно, потому что это эквивалент. Так вот, пусть, пусть А плюс Б равно С, где А, Б, С целые, положительные, взаимно простые в совокупности. Тогда С почти всегда, тогда почти всегда С будет меньше, чем некоторая странная величина R от А, Б, С. А здесь надо объяснить, кто такой R, да? Для того, чтобы объяснить, кто такой R, попробуем зеленым. О, зеленый, кстати, неплохо пишет, да? Р от натурального числа N равно P1 на P2 и так далее на PL, где N равно P1 в степени α1, P2 в степени α2 и так далее, PL в степени αL, разложение его по основной теореме арифметики. То есть, согласно основной теореме арифметики, любое натуральное число единственным способом раскладывается в произведение простых с точностью до перестановки множителей. Если теперь мы сгруппируем эти простые так, чтобы они были в степенях различные, то получится, что для любого натурального числа есть такая запись, и она единственная. Для каждого натурального числа есть такое вот. Ну и мы сопоставляем натуральному числу так называемый радикал. Радикал числа N, который равен произведению простых просто по одному разу, входящих вот в это разложение, простых по одному разу. Так вот, оказывается, что в каком-то смысле почти всегда, в каком придется уточнять, C будет меньше, чем R от ABC, чем радикал произведения. Но вот прежде чем я уточню смысл слов почти всегда, ну, сразу же для тех, кто встречался с термином почти всегда, как с термином, что почти всегда означает всегда, кроме конечного количества исключений, это не тот случай. То есть я могу предъявить бесконечное количество исключений и сделаю это чуть позже. Но пока давайте просто попробуем пощупать вот это, пощупать эту гипотезу, пощупать ее. Ну, вот, например, вот эта тройка, она является опровержением, если бы я просто написал, тогда C меньше, да? Вот эта тройка, она, вот это утверждение опровергает. В самом деле, чему равен R для этой тройки? Вот этот вот радикал. 110. А самое старшее число равно 125, ну, чуть-чуть, но больше. Опровержение. Ну, также, на самом деле, та самая тройка, которая была исключением вот сюда, 1 плюс 2 в кубе равно 3 квадрат, тоже является опровержением. Согласны? Тоже является опровержением. Так. Ну, и, наверное, имеет смысл понаугадывать некоторое количество опровержений. У нас большая доска, и можно довольно долго не стирать ничего с нее. У меня вот здесь есть несколько опровержений, но давайте, прежде всего, выпишем те, которые приходят на ум. Итак, вот у нас уже одно вот такое опровержение. Радикал равен 6. Одно вот такое, 11 квадрат плюс 2 квадрат равно 5 в кубе. Радикал равен 110. Тут 6 меньше 9, тут 110 меньше 125. Кто еще? Поднимаем руку, называем тройка... Да, такая ситуация называется тройка АБЦ. Опровержение, значит, опровержение, любое опровержение, называется тройкой АБЦ. И вот самое интересное, что есть вообще из простой, легко доступной математики в настоящее время, это искать тройки АБЦ. Там самые разные приемы применяются из очень красивых других областей математики для создания тройки АБЦ. Ну, вот часть из них я сегодня прям покажу. Вот, но давайте пока просто кустарно поищем ситуации, когда у нас нарушается это неравенство. 3, 4, 5? Нет, потому что радикал равен 3х2х5 30, и он больше, чем 5. Тоже нет, радикал равен 6. 1, 1, 2. Ну, да, радикал равен 2. Ну, можно сказать, да, ну, давайте так. Вот так, и тогда нет. Я хочу, чтобы было строго больше, потому что я потом введу... Они же должны быть взаимно простые, а одинаковыми не могут. Что-что? Они же должны быть взаимно простые. Как мы можем сказать, одинаковые? Ну, один-один, ну, как бы они взаимно простые, к сожалению, 1, 1, 2. А в остальном, конечно, одинаковые больше никогда не будут. Ну, это такой неприятный такой, ну, случай, который лучше проигнорировать. Давайте еще. Еще. Кто может угадать еще какую-нибудь небольшую по размеру тройку АБЦ? Что-нибудь из-за гидрости в уголе? Вот не получается. 16, 9, 25 имеет r, равное 30, а c, равное 25. Но, тем не менее, где-то недалеко живет что-то. Ищите у каких-то степеней, в районе них. Ищите у степеней. 3, 2, 4, 2, 5. А они в сумме не дают. Нужно, чтобы А плюс Б было равно С. Но кто еще поймает какой-нибудь, выводит какую-нибудь троечку, а? Кто выводит? Кто выводит тройку? Возведите вот это вот в квадрат. 9 в квадрате – это 3 в четвертой, правильно? А это 1 плюс 16К. Потому что 1 плюс дважды 8 плюс 8 квадрат, да? 16 в данном случае умножается на 5. И получается вот такая ситуация. И она, конечно, тройка АБЦ. Ибо r тут 30, тут только 2, 3 и 5 включаются в эти самые простые. И это меньше, чем 81. Еще кто придумает? Может быть, 7 в квадрате плюс 24 в квадрате равно 25 в квадрате, да? Так, а вот это, кстати, очень интересно. Я об этом не думал. Сейчас проверим. 7 квадрат плюс 24 в квадрате – это у нас 2 в шестой, да? На 3 квадрат, правильно? Правильно я говорю, да? 24 в квадрате. 24 – это 3 умножить на 2 в кубе, да? Значит, 3 квадрат на 2 в шестой. И это равно чему? 25 в квадрате. 25 в квадрате, то есть 5 в четвертый. Да наверняка это тройка АБЦ. Наверняка тройка АБЦ. Дважды, трижды, пять – три. Да, конечно, 210. Вон. Спасибо огромное. Я, между прочим, как-то его… Ну, понятно, что есть каталог там всех троек, но вот я так наизусть его не помнил. Очень хороший пример. То есть все-таки из теоремы Пифагора кое-что вытащить можно. 2 в шестой на 3 квадрат равно 5 в четвертый. Радикал 210, и он меньше, чем 625. Да? Да? Да. Тройка, да? 2 в шестой равно 1 плюс… Да, сейчас. Да, тройка, тройка. 1 плюс 3 квадрат на 7 равно 2 в шестой. Радикал равен 42, и он меньше, чем 64. Точняк. Так. Еще. 5 в третий плюс 3 равно 2 в седьмой. Суперская тройка. Суперская, эту я помнил. Очень красивая. r равно 30, и это меньше, чем 128. И, по-моему, с r равно 30, это самая большая тройка. По-моему, если я не ошибаюсь. То есть с радикалом 30 больше нет. Но у меня тут еще куча там всяких примеров. Есть очень на грани, но все-таки 3 в кубе плюс 5 равно 2 в пятой. r все еще 30, а эта 32. Ну, такая слабенькая, да? Вот это, конечно, гораздо сильнее, да? Это круче. Вот. Да, и есть… Ну, есть такие отдельные какие-то, которые можно тем или иным методом угадать. Но вот отдельный вопрос, как вообще эти тройки получаются? Давайте этот… Как это? Гербарий. Гербарий на этом завершим. Но все-таки, пожалуй, я напишу какие-то совершенно невероятные, которые… Я не про все помню, как они получались. Не про все помню, как они получались. Ну, понятно, что можно просто загнать перебор. Полный перебор всего. Вот. Но бывают случаи, когда перебор, значит, это самое, не нужен, они из каких-то других идей возникли. Но вот про эти идеи я сегодня порассказываю. Так. И еще, пожалуйста, если я забуду доказать теремофирма, исходя из гипотезы АБЦ, это напомните мне. Она в одну строчку доказывается, исходя из одной из формулировок. Так, ну и пока здесь хватает еще места. Напишу пару гигантов. Значит, ну вот это очень хорошее, кстати, тройка. Там, по-моему, очень хороший разрыв между тем и этим. Видите, да? То есть здесь 2, 3, 7, 5. То есть, соответственно, R все еще 210, да? Представляете? А это, ого-го, да? Это 625 на 7. Ну, что-то там 4000 с чем-то, короче. Разрыв очень большой. Вот. Так. Ну и... Ну и, ну и, ну и, ну и, конечно, вот, значит, так, про 41... О, так. 1 плюс 2 в 10 равно 5 квадрат на 41. Есть такой вариант. Ну и, наконец, наконец, я не могу не указать тройку, которая выглядит следующим образом. А, еще целых две укажу, и потом уже будем обсуждать. 181 квадрат плюс 7 равно 2 в 15-й. И, а, и, 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 значит, где моя самая главная-то, куда я ее засунул? Самая-самая-самая главная тройка АБЦ. А, самая главная тройка АБЦ. 23 в 5-й равно 2 плюс 109 на 3 в 10-й. Вот эту надо было бы обвести красным. Она в некотором точном смысле тройка чемпион на сегодня. В каком, я потом скажу. Значит, я потом объясню, как вообще, чем меряются тройки АБЦ, да? Как бы в каждом соревновании нужно оговорить, чем люди меряются, да? Что у них, как бы, вот, становится больше у кого-то, у кого-то меньше. Вот, в данном случае есть тоже некий показатель для каждой тройки свой, которым эти тройки меряются. И вот в этом показателе вот этот чемпион мира на сегодня, мировой рекорд на сегодня. Но это не значит, что дальше изменится ситуация, не изменится ситуация, может быть, и изменится. Итак, ну, давайте. Первым делом я хочу предъявить некоторую серию, бесконечную серию. АБЦ троек. Бесконечную. То есть я хочу сказать, что в этой формулировке нельзя понимать почти всегда, как всегда, кроме конечного количества исключений. Для этого мы будем решать вот такое уравнение в целых числах. у квадрат минус 2х квадрат равно плюс минус 1. Это уравнение Пелля. Уравнение Пелля. И кое-что про него установим, поймем. Но я не совсем все расскажу про него. Но, по крайней мере, того, что нам надо, нам хватит. Итак, понятно, что в этой ситуации мы имеем дело, ну, скажем так, почти с тройкой АБЦ точно, с тройкой АБЦ если повезет. Почему? Потому что давайте посмотрим. Мы сравниваем, значит, у квадрат, ну или 2х квадрат. Они на плюс-минус 1 отличаются, да? То есть, как бы это неважно, какое из них брать. Мы сравниваем с произведением с r от 2х квадрат у квадрат. А как эту ситуацию можно улучшить? Это r от чего? 2х квадрат. Потому что у нас от степеней r не зависит. Снимаем степени простые, в наборе те же самые, в разложении. Поэтому r от 2х и y, но r от 2х и y, ну, как бы, да, это же меньше или равно, чем просто 2х и y. Ну, потому что радикал, это когда я снял все степени. А, соответственно, число не могло увеличиться. Оно могло либо уменьшиться, либо остаться таким, как оно было. Вот, значит, соответственно, я попытался однажды воспользоваться стаканом, начал наливать, а он взял и опрокинулся. С тех пор я не пользуюсь стаканами. Извините. Я человек в этом плане как бы мнительный. Если он один раз опрокинется, значит, он другой раз тоже опрокинется. Правда, можно попытаться другой рукой держать его, но это как бы, ну, вот. Итак, то есть радикал не превосходит 2х и y. Но смотрите, как бы это сказать, ну, тут y, y это примерно, вот что такое y квадрат, да? y квадрат, это как бы y умножить на y, а y это примерно x корней из двух, да? То есть это примерно корень из двух на x и y. Ну, вроде как больше, но стоит, стоит x быть четным, как, все, мы получили тройку АБЦ. Потому что если x четная, то тогда еще одна двойка отсюда вылезает, и уже там все четко получается, что это строго меньше. Вот, то есть при четных x решение уравнения x квадрат минус 2y квадрат, ой, наоборот, да? y квадрат минус 2x квадрат равно плюс-минус 1 будет тройкой АБЦ. тройка АБЦ. А теперь, внимание, я сейчас вам выпишу бесконечную серию этих решений, каждая вторая из которых будет четным. Алексей Владимирович. Я. Почему там y квадрате это в золом х квадрате 2? Примерно. Потому что это же, ну, как бы, грубо говоря, огромные числа, и они отличаются на единицу. Значит, y квадрат примерно 2x квадрата, это не соседи. Ну, извлекаем корень и получаем. Ой, а что я... Да, все, корень из 2 на x, да, все правильно. Вот. Ну, а как только x четное, уже все. Здесь у меня просто вылезает моя столь доглажданная еще одна двойка. Более того, если x не, скажем, не просто четное, а оно делится на 2, там, в пятый, 2 в шестой, то постепенно у меня r от этого y квадрат, оно отстает, отстает и отстает. То есть, если, например, мы сможем доказать, что бесконечное количество решений, в которых x там делится на любую, наперед заданную степень двойки, то мы докажем, что не просто бесконечное количество контрпримеров, но бесконечное количество контрпримеров, в которых отношение c к r от a, b, c, ну, как бы, оказывается, неограниченно растет. То есть, здесь даже условия про то, что там отношение будет не больше чего-то, это все неправильные формулировки. Правильную я приведу чуть позже. Но прежде все-таки я хочу показать красивый трюк с решением этого уравнения. Так, угадываем самое маленькое решение этого уравнения. Хором. Отлично, да. 1 в квадрате минус 2 умножить на 1 в квадрате равно минус 1. Ну, не поспоришь, не поспоришь. Теперь я беру и из этого решения составляю такое выражение 1 плюс корень из 2. Имею право? Ну, имею право, да? А теперь я его возвожу, например, в квадрат или в куб. Ну, начнем с квадрата. Возвожу, привожу подобные так, чтобы целая часть была отдельно. И все, что стоит при корне из 2, тоже было отдельно. Какое у меня получится выражение? 3 плюс 2 корня из 2, кто-то сказал из зала, прям сразу даже. Так, возьмите y равно 3, а x равно 2. Что у вас получится? Ага, вот это вот получится, да? 1. Так, очень интересно. А если в кубу завести, что у меня будет? Это уже нужно, как это сказать, немножко поднапрячься, да? Молодец! Ну и вообще, если старое было, вот скажем, у меня было старое, это y плюс x, корней из 2, то умножая его, то есть, ну, как бы если какая-то степень была, и я снова, да, снова умножаю, то получается у меня y плюс 2x, да? плюс x плюс y, корней из 2, то есть я на следующей стадии со старым решением я делаю следующее. Вот у меня было xy, и оно превращается в x плюс y, запятая, запятая 2x плюс y. Вот. Ну и у меня получается вот бесконечная какая-то последовательность чисел, но почему я утверждаю, что все они обязательно будут решениями? В данном случае мы видим, да, в лоб проверяется 7 квадрат минус 2х5 квадрат минус 1. Но почему дальше так будет? Давайте докажем, строго докажем, да? Доказательство. Можно было бы по индукции из этой формулы, но это не наш путь, это некрасиво. Доказательство должно быть красивым, великолепным. Вот я сейчас вам приведу великолепное доказательство этого факта. Итак, бином Ньютона, 1 плюс корень из 2 в n. Бином Ньютона, помните? Сейчас раздастся голос, конечно, помню, c из n по 0, да, там плюс. Но вот на самом деле мне этого вполне достаточно, мне не нужно даже знать значение коэффициентов. Это c из n по 0 плюс c из n по 1 корень из 2, плюс c из n по 2 на что? На 2. Плюс c из n по 3 на что? Да, то есть 2 корень из 2, да? Плюс c из n по 4 на 4, плюс так далее. Хорошо. Обозначим это за, допустим, альфа плюс бета корней из 2. То есть соберем внутрь целого числа альфа все появления корней из 2 в четных степенях, что снимает их корневую природу, да, что превращает их просто в целое число. Это, соответственно, вот это, вот это и так далее через один. А бета, это, соответственно, вот это, вот это и так далее, тоже через один, ну вот, как бы при корне из 2 стоит некоторое тоже целое число. Вы согласны, да, с этим? Пока я ничего умного не сказал. А если я один минус корень из 2 возведу в степень n, то что будет меняться? Что? Знак будет меняться. Знак, да? То есть c из n по 0 минус c из n по 1 корень из 2 со знаком минус, потому что, потому что минус 1 в первой степени, да? Но на следующем шаге минус 1 будет во второй степени, не так ли? Согласны? А на следующей? О, кто-то уже догадался. Где? Поднимите руку, кто догадался. О, молодец, да, молодцы. Вот, значит, и так, минус c из n по 3 на 2 корни из 2. Я вот что хочу сказать. Ну, давайте еще один напишем. c из n по 4 на 4 минус. Что здесь, очевидно, наблюдается? Что четные степени знак не меняют, потому что минус единица в четной степени равна плюс единице. Но именно четные степени приводят к двойке без корня. Правильно? То есть те, которые относятся к альфе, они все остаются с плюсом. А к бете? С минусом. Всюду минус. То есть там, где корень из 2, там, где корня из 2 не хватает пары, там нечетное количество. И там минус единица тоже пары не хватит. Поэтому они все будут с минусом. Поэтому вот надо просто это представить себе, что это будет равно альфа минус бета корней из 2. И все. Но тогда с одной стороны альфа плюс бета корней из 2 умножить на альфа минус бета корней из 2. С одной стороны это, соответственно, 1 плюс корень из 2 в энной умножить на 1 минус корень из 2 в энной. Правильно? Да? А с другой стороны раскладываем скобки. Это альфа квадрат минус 2 бета квадрат. Согласны? А это что? Это 1 плюс корень из 2 умножить на 1 минус корень из 2 в энной. Что это? Минус 1 в энной. Теорема доказана. Это всегда решение. Да. А другие решения у этого уровня не есть? Нет, но это примерно лекция для доказательства нужна. Ну или пол лекции. Теория групп там, ну в общем, короче, доказывается, что эта группа, что эти решения образуют группу, и она изоморфна целым числом, и у нее как раз вот это образующее. Ну это так вот вкратце. Вот. Значит, соответственно, мы получили бесконечное количество решений, но мне нужно что? Мне нужно доказать, что еще и они как бы чередуют, ну делимость, чтобы это, значит, каждый второй раз бета будет делиться на 2. Вот это мне нужно, потому что тогда я все докажу. Если бета делится на 2 через раз, у меня бесконечное количество делящихся на 2, и, соответственно, бесконечное количество опровержений, епотеза А, В, С. Ну это проще всего сделать так. Нужно просто, значит, нужно просто проследить вот за тем, что происходит по вот этим формулам. Мы же знаем, что на самом деле вот это отвечает вот этим формулам, да, новая тройка вот так выглядит. Только по модулю 2 просто, да, сделать это. Запустить по модулю 2. Нечет-нечет. Следующее будет, соответственно, а может через 3, сейчас посмотрим. Ну, в общем, они будут повторяться все равно. Значит, нечет-нечет. Следующее будет чет-нечет, да. Дальше, значит, если чет-нечет за основу, то нечет, тут что надо посмотреть? Нечет, да, опять? А, ну все, нет, все. Поехали. Цикл. Нечет-нечет, чет-нечет. И снова нечет-нечет, чет-нечет. Поэтому, действительно, каждый второй раз она будет делиться на 2. Вот это вот икса. Ну и у нас тройки АБЦ, вот их уже бесконечное количество из уравнения пели. Более того, на самом деле, двумя разными способами можно убедиться, что отношение С к R от АБЦ, вот это отношение, оно неограниченно растет. Оно будет стремиться, ну, как бы, оно не имеет границы. Дальше не стремиться к бесконечности, но на некоторой последовательности троек АБЦ оно будет стремиться к бесконечности. Первый способ такой. Рассмотреть вот эту арифметику по модулю 2 вкатой, просто вот в лоб. И по индукции доказать, что каждые 2 вкатой шагов будет делимость на 2 вкатой. В принципе, это вполне разумный путь, тогда у вас, как только у вас вылезает 2 вкатой, у вас, соответственно, вот в этом отношении тоже вылезает 2 вкатой, ну, или вкатой минус 1. А второй путь, это вообще, он совершенно королевский, царский. Это написать уравнение y вкатой минус 2 вкатой x вкатой равно плюс-минус 1. И тоже доказать, что у него есть хотя бы одно, а следовательно, бесконечное количество решений. Но это такая целая наука, поэтому ограничимся вот этим скорее, более простым. Ну, в общем, явно требуется какое-то уточнение. Теперь я буду все стирать. Хорошо? А вы пока думаете, какие вопросы задавать, потому что сейчас я все сотру и забуду, о чем говорил сразу же. Ту же секунду. Пока задавайте какие-нибудь вопросы, но я забуду, о чем я говорил, но я помню, о чем я собираюсь говорить. Это я помню. Я забываю только, когда я уже проговорил, тогда я забываю. Определение обязательно, да. Ой, да, конечно, гипотеза АБЦ. И сейчас мы его уточним, уточним вот здесь. Да, домашнее задание. Вот, пока я не стер. Вот эту тройку возведите в катую степень и получите альтернативное, гораздо более простое доказательство бесконечности. Опровержение к АБЦ. И более того, с отношением тоже стремящимся к бесконечности. Вот тогда важнее задание для людей. Да, да, да. Можно это сохранить тоже, кстати. Итак, на самом деле, возводя вот эту тройку во все целые степени, можно убедиться, очень просто убедиться в том, что АБЦ тройка бесконечное количество, и что отношение ЦЭК-Р тоже стремится к бесконечности. Можно было бы так делать, но так я делал уже в школе 2.1.07. И, кроме того, как бы, ну такая вот лекция, вот, наконец, наконец мы общаемся очно, да. Я в 20-м году в Питере был один раз. Это полный позор. В любом другом году я был два и более раза. А в 20-м только один раз из-за этого. Вот, и там какие-то лекции отменились у меня, как раз вот только началось. И вот, наконец, мы можем нормально общаться. И, соответственно, я захотел вам вот это показать. Более сложно. Я стараюсь, я стараюсь. Но вот как бы это самое, да. На самом деле, в следующий раз я буду 18 апреля, но пробегом. Но вот там днем будет некое мероприятие. Я просто не знаю, еще не понял, насколько всех можно вообще подряд звать, потому что если я прямо сейчас всех присутствующих позову, а там вроде это на Невском такая маленькая-маленькая коморочка. Вот. Но с другой стороны, середина дня. Фиг знает. Но вы следите за объявлами, все равно как бы вы знаете, мои ресурсы знаете. Если они всех позовут решаться, то это будет написано ВКонтакте. Типа приходите все. Так. Это тоже можно стереть. Это можно стереть. Это... То есть просто на самом деле цель приезда 18-го другая, то есть это как бы заодно я туда забегаю. А цель это дать интервью некому образовательному порталу. Я не помню, как он называется. Где-то на севере Питера, в районе проспекта просвещения. Какой-то образовательный портал. Вот. Ну еще, может, к Дим Юрьевичу Гоблину загляну. А то я хотел сегодня, а он заболел. Взял и заболел. И сегодня я к нему не заглянул. Так. Итак. Вот теперь уже без дураков строгая формулировка. Так. Перед этим определение. Качеством. Или по-другому фактором. Тут вот нету еще устоявшейся терминологии. Нет. В некоторых статьях качество написано, quality в некоторых там фактор. Ну вот непонятно, как переводить. Значит, качеством или фактором тройки А, Б, Ц называется логарифм С по основанию Р от А, Б, Ц. Ну вы поняли. Это оно, которым меряются. Вот оно. Вот эти все тройки. Мы не будем брать разность, не будем брать отношения, а будем брать логарифм. Значит, у всех этих троек есть какой-то свой логарифм. Все они больше единицы, потому что по условию тройка А, Б, Ц это когда Ц больше, чем Р от А, Б, Ц, что эквивалентно тому, что логарифм больше единицы. Так вот, это самый большой логарифм, который сегодня известен среди всего вообще множества троек А, Б, Ц на сегодня открытого. И равен он 1.6, 2, 9, 9 и что-то такое. Но не в периоде. Так вот, гипотеза А, Б, Ц. Гипотеза А, Б, Ц заключается в том, гипотеза А, Б, Ц. Для любого епсилон больше нуля существует конечное, вот теперь уже по-настоящему конечное, число, троек А плюс Б равно Ц, ну там вот соответствующими, взаимно простыми, да, там все такое, таких, что качество тройки, ну перепишем еще раз, логарифм Р от А, Б, Ц, Ц, Ц по основанию Р больше 1 плюс епсилон. Итак, гипотеза А, Б, Ц утверждает, что в отличие от ситуации, когда мы смотрим А на отношение Ц к Р, А, Б, Ц, ну и тем более на разность, да, Р, Ц и Р, А, Б, Ц, если мы смотрим на логарифм, то он вжимается в землю, в любой серии, известной на сегодня, логарифм стремится к единице, и соответственно, для любого эпсилона, вот гипотеза стоит в том, что, ну, для любого эпсилона только конечное количество, ну, например, я подставляю, там эпсилон равно 0,1, да, значит, я ищу тройки качества больше, чем 1,1, то есть, когда вот это произведение простых в степени 1,1 все еще меньше Ц, вот таких троек будет конечное количество, на сегодня их там известно, допустим, несколько тысяч, может быть, миллион, я точно не помню то есть сколько, потому что для 1,1 их еще много, для 1,2 их уже меньше, для 1,3 еще меньше, для 1,4, для 1,5 существует, кажется, 14 на сегодня троек с качеством превосходящим 1,5, а для 1,6 их просто ровно 2, вот это и кажется вот это, но точно не берусь сказать, то есть, по-моему, вот это второе место, если я не ошибаюсь, вот это вот второе место, а это первое место, вот, ну и понятно, что мы тем самым можем как бы, если эта гипотеза верна, мы можем выбрать, ну там, при каком-то данном фиксированном эпсилон взять все тройки АБЦ, которые нарушают его, ну, среди них самый большой взять фактор, и вот это будет самое высокое качество вообще всех троек АБЦ, присутствующих во всем натуральном ряду до бесконечности, ну и как бы сильная версия гипотезы АБЦ звучит так, ну не то, что сильная, а альтернативная версия, альтернативная версия, она звучит так, не существует троек качества выше двойки, даже равной двойке, то есть, что для любой ситуации А плюс Б равно С, при взаимно простых целых положительных АБЦ, имеем С меньше, чем Р от АБЦ в квадрате, вот в такой форме она появляется в детских книжках некоторых, чтобы не объяснять с этими логарифмами, да, тяжелыми для детей, в такой форме она может быть объяснена в пятом классе, не существует, ну в пятом классе вы объясняете теорию арифметики и тут же говорите, вот так гипотеза АБЦ, вот доказывайте, сидите там, задание, задание вам надо, гипотеза АБЦ в такой форме, что при ситуации А плюс Б равно С со взаимно простыми целыми положительными АБЦ, С никогда не превосходит квадрата произведения простых чисел, входящих в А, в В и в С, и из этой, из этого варианта гипотезы АБЦ в одну строчку следует великая теорема Ферма, показать как? Покажу, но позже, но я вам это обязательно покажу, это я вам обещаю, вот, без этого не уйдете, а пока я хочу рассказать о некоторых еще методах, вот, какими получены в том числе некоторые из этих троек, значит, ну вот я, вот про эту тройку я не могу сказать точно, что она впервые была получена этим методом, наверное, перебором она была получена раньше, но идейное ее происхождение, наверное, напоминает вам одно из уравнений, которое я до этого написал, какое? Биткоин, правильно, вот, значит, есть суперметод, который очень глубоко разработал Вандерхорст в своей диссертации магистрской, вот, впрочем, на вот эту ситуацию я совершенно случайно наткнулся сам, значит, я искал, я искал какие-то целые решения у этого уравнения, ну, как бы это сказать, что-то мне не угадывалось целое решение, а потом я вдруг угадал одно в кавычках целое решение, такое, как бы целое, но не совсем целое, ну, как, этого достаточно для квеста или что-нибудь подсказать еще? У этого уравнения есть некоторое целое решение, но оно не совсем как бы целое, но не дробное, точно, какое? Этого достаточно, дальше очень просто догадаться, достаточно догадаться, что нужно в гауссах смотреть. Молодец. x равно минус 2, y равно i. Минус 2i. Шикарная целая точка на кривой биткоина. В самом деле, i в квадрате равно минус единице, минус 2 в квадрате равно минус 8, прибавляем 7, вуаля, минус 1 получено. А теперь я применяю к этой точке ровно то, что делают на кривой биткоина. Там сложение точек так называемое, есть арифметическое, которое придумал диафант. Но я сейчас подробно говорить не буду. Есть такое понятие, арифметическое касательное. Алгебраическое касательное. Алгебраическое касательное. Касательное. Что такое алгебраическое касательное? Что вообще такое касательное кривой? Что я делаю, когда я провожу кривой касательную через какую-то точку в обычном смысле, в вещественном, без прибамбасов комплексных? я беру производную да а если я вот как бы еще такой дурак не знаю производных пока вообще вот смотрите какую из этих прямых я возьму которая касается да ну а как это вот 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 эта идея что если я из точки на кривой стартую я же могу вот в таком виде да написать значит t умножить на ну в например и y 0 плюс t на w то есть я запустил вектор вот такой вектор w да запустил w и умножил на t да вот у меня получается прямая прямая это что такое это вот я x 0 y 0 взял да и запустил вот так вот на t умножил вот это все на положительное на отрицательное вот у меня вышла прямая да ну и вот есть понятие алгебраического касания алгебраическое касание это когда я подставил вот эти два вот сюда но получилось какая-то задница ужасная да там что-то в квадрате равно 7 плюс вот это возведенное в куб и я там первые слагаемые уходят с коэффициентом t что-то будет ст квадрата ст в кубе так вот если то что с коэффициентом t обнулилось то это называется алгебраической касательной то есть при некоторых w при одних и только одних это легко проверить начинается все с т квадрат и тогда остаются только два слагаемых с т квадрата t в кубе но тогда т квадрат сокращается остается линейное уравнение на т мы решаем его и получаем третью точку пересечения с кубической кривой вот кубические кривые устроены так что если ну как бы вот ну если взять вот так для вещественных нужно чтобы повезло для комплекса всегда так будет касательно еще ровно один раз пересечет кривую но вот для комплексной касательной получается пересечения в точке с координатами 181 и а x минус 2 в пятой просто вот так случайно взяло и получилось наобум на ура взяло и получилось что касательная вот такой вид имеет значит соответственно подставляем 181 и в квадрате это минус 181 квадрате это минус 2 в 15 и плюс 7 ну кидаем это туда это сюда и получается 2 в 15 равно 7 плюс 181 квадрате и тут очень хорошее качество выше чем 1 и 3 в этой тройке так можно наверно ненадолго прикрыть да чтобы не проветрить чтобы никого не чтобы никто не слег с несуществующим с несуществующей болезнью да нет или не язык сейчас я знаю ведь как бы нужно с одной стороны закрыть с другой стороны открыть значит нужно сделать наполовину вот так правильно да может быть да сейчас или или может быть честно сделаем так ну вот да 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 сейчас я возьму черный черный да нет у меня был какой-то более черный вот это да вот в общем чувак по имени ван дер хорст написал игрек кубе равно x кубе плюс к и стал экспериментировать переразных к и получил кучу кучу новых троек abc и очень гордо этим защитил диссертацию вот у него очень интересно кстати там очень много вычислений таких значит это где-то в районе десятых годов вообще есть тусня abc home такой телеграм-канал там он 200 тысяч что ли значит присутствует человек в мире и все они как безумные значит радуются каждой новой серии бесконечной серии abc троек но интересно естественно бесконечная серии обучение очередная но какая-нибудь тройка вот такого размера конечно тоже интересно это дело вот так вот я хотел рассказать о том во первых как великая тюрем фирма выводится да а во вторых каким макаром получено вот это правильно ну что начнем с чего фирма о инновационные окна открываются на пусть пусть а в энный плюс б в энный равно c в энный не переживайте мне вот этого хватит я только хочу напомнить что теорема фирма при n равно 3 4 5 была доказана еще в на мехмате мгу нормально это очень изначально за одну лекцию его рассказать невозможно поэтому у меня нет такой лекции теорема фирма при n равно 5 но в курсе эллиптические кривые которые когда-то читал на физтехе ой нет диафантовое уравнение там было было доказано я доказал в общих чертах при n равно 5 но это ужасно я просто очень зубодробительно то есть я хочу сказать что вот это будем считать что уже известно соответственно великую тюрем фирма надо доказывать для 6 и более итак пусть а в энный плюс б в энный равно c в энный ну понятно мы считаем что сокращаем все общие простые делители да то есть тоже взаимно простые а b c взаимно простые тогда соответственно а в энный б в энный c в энный тоже попарно взаимно простые и применима гипотеза а b c а значит из этого следует что c в энный вот это вот гипотеза c в энный меньше чем r от а в энный б в энный c в энный в квадрат согласны гипотеза b c не поспоришь дальше это равно чему р от а b c в квадрат ну понятно снял степени но это меньше или равно а b c в квадрат потому что r от а b c не превосходит просто а b c но с другой стороны если верно что а в энный плюс b в энный равно c в энный и это все положительные числа тогда а меньше c и b меньше c поэтому это меньше чем c умножить на c умножить на c в квадрат да а это что c в шестой итак если верно это равенство c в энный то c в энный меньше чем c в шестой что это означает n меньше 6 теорема фирма полностью доказана все теорема фирма является элементарным тривиальным следствием гипотеза b c в ее вот этой форме не знаю все может быть но доказательства ламы не вмещается но возможно он знал что здесь можно поставить не 2 а 1 и 7 и тогда пятерку уже хватает по моему нет 1 и 7 еще не хватает пятерки 1 и 60 там типа 5 да уже хватает а там как раз о как точно все вот там как раз 162 99 конечно конечно то есть это вывод теорема фирма из гипотеза b c но про доказательства гипотеза b c ну там целый холивар был в тринадцатом году один японский тип заявил что у него есть доказательства опубликовала там тысячи страниц ну как бы кто будет проверять тысячи страниц ну как бы идиотов нет да ну или настолько увлеченных людей но все-таки нашелся прекрасный человек иван фисенко он разобрал а он уговорил автора этого самого по имени мощи зуки представить доказательства гипотеза b c на нескольких семинарах и результатом этих семинаров в 2018 году стала статья по моему уже всего лишь на 400 страниц в которой соответственно было все понятно и просто настолько понятно и просто что два человека решились взяться и проверять один из них питер шольц и другой не помню как его зовут через два месяца напряженной кропотливой работы они объявили что на странице номер там такой-то находится серьезный невосполнимый изъян с чем машизуки не согласился и опубликовал свое доказательство в японском журнале который ему ну как бы карманный его собственный журнал на сегодня вот как бы в японии считается что гипотеза b c доказана а в остальной части мира считается что она не доказана но и в японии тоже считают только те кто как бы в его лагере находится но проверить это невозможно я не могу проверить это доказательство я его не понимаю совсем вот ну как бы я его не понимаю начинается второй странице вот поэтому как бы вот теорема фирма тоже я не понимаю но там там несколько сот человек понимает и никаких сомнений уже в этом смысле нет гипотезу панкаре понимает сотни человек там доказательство безусловно в мире вот то есть в этом в этом смысле нет вопросов а вот здесь вопросы есть но скорее всего конечно если питер шольца очень серьезная математика один из лучших сейчас в мире и если он говорит что это нашел изъяны и не не устранимый изъян то видимо надо признать что доказательства пока нет вот ну а давайте я все-таки в завершение расскажу как получено вот это ну еще про один метод который можно было бы в принципе использовать мой мой сын запрогал его там у него посыпались некоторое количество трое кбц таких веселых разных но они в основном известные были значит и так и так вот смотрите есть у вас какое-нибудь иррациональное число например пи тогда можно его разложить бесконечную цепную дробь это такое выражение когда выделяется целая часть оставшиеся все переворачивается из него тоже выделяется целая часть оставшиеся переворачивается из него выделяется целая часть переворачивается выделяется целая часть и потрясающим свойством числа пи является то что у него первые четыре вот этих вот целых части как-то дрожжа на дрожжах растут дальше же этого не будет, но вот этого вполне достаточно. Вот это очень мало. Это настолько мало, что если я проигнорирую вот это, то вот это будет сверхточным приближением числа π. Это 355,113, если вычислить. Очень легко 6 знаков после запятой. То есть точность 1 миллионная даже выше. Дается всего лишь обычной вот такой дроби. То есть если вы хотите, например, посадить какую-нибудь там, не знаю, какую-нибудь летающую тарелку куда-нибудь посадить на Юпитер, ну, наверное, этой точности уже не хватит, но только чуть-чуть там не будет хватать. То есть это дает точность почти всех разумных процессов, которые только можно представить, одна миллионная. А всего лишь там 355,113. Вот. Ну и как бы идея такая, что коли так, то для некоторых чисел понятно, как получать их цепные дроби с помощью компьютера, по крайней мере. И давайте попробуем, значит, ну, поискать просто среди них какое-то число, которое на каком-то месте даст какой-то огромный безумного размера коэффициент, да? Дальше его игнорируют, да, этот коэффициент. Вот то, что дальше идет. И это будет сверхточное приближение. Ну и что вы думаете? Товарищ запустил программку по всем простым и по всем степеням катой из P. Вот взял и вперед. P равно 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 и так далее. K равно там, ну, начиная с тройки, двойку там, по некоторым причинам двойку брать бессмысленно. Есть теорема Лагранжа о повторе в цепных дробях для квадратичных иррациональностей. Поэтому надо начинать с третьей. Вот. Ну вот он взял, взял, взял. И что вы думаете? Что вы думаете? У него выходит. Компьютер выдает, что корень пятый из 109 равен... Я не способен это запомнить. Я это записал. Тут у меня две самые популярные лекции в самом начале тетрадки. Это песни, которые я умею петь. Ну, точнее, сразу умею без вопросов. Есть еще список, которые иногда получаются. Так, так вот. 2 плюс 1 делить на 1 плюс 1 делить на 4 плюс 1 делить на 77733 плюс что-то. Вот понимаете, как людям на хайп идет. Как можно словить хайп ни на чем? Ты запускаешь программу. Она тебе перебирает. П и К. Очень быстро, естественно, находит это... Ну что программа сегодняшняя? Знаете, как быстро работает, да? Чтобы разложить это все, там, алгебрические числа, это все пакеты... А вычисления у него были в вещественных числах? Или все-таки это было расширение? Нет-нет-нет, это пакеты, связанные с алгебрическими расширениями, естественно. Там эти математика всякие. Там есть с этими действиями все... Цепные дроби очень быстро как бы это все делали. Просто в вещественных числах это дробь не зубы. Конечно. Не-не-не-не-не. Здесь точная алгебра должна быть. Вот. Ну и что вы думаете? Ну, что мы думаем? Ну, понятно, что игнорирование вот этой части почти не меняет самого числа. И получается, что корень пятый из 109 с большой точностью равен 23 девятых. Настолько большой, что даже просто вот если вы возьмете 23 девятых и возведете пятую степень, там будет 109 точкой 8 нулей подряд. Кажется, кто-то из моих слушателей как-то проверил просто. Взял калькулятор и проверил, что там 8 нулей подряд идет. Ну, то есть это совершенно невозможная просто точность, совершенно безумная. Но это же что означает? Это вот как бы как с уравнением пели, с которого мы начали. y квадрат минус 2x квадрат равно плюс-минус 1. Что это означает? Пока проверяйте, правильно ли, что там 8 нулей подряд. А, 4 все-таки. Тогда прошу прощения. Но все равно очень точно. Это очень круто. Так вот, y квадрат минус 2x квадрат равно плюс-минус 1 означает что? Что y квадрат максимально точно равно 2x квадрат, как только можно сделать в целых числах. Потому что в целых числах меньше, чем единицу, разницы вы не сделаете. Иначе корень из 2 будет рациональным числом. Но это просто означает, что y делить на x – это максимально близкое приближение к корню из 2, которое только есть. Ну, вот как бы это принцип цепных дробей. На самом деле все эти решения из цепной дроби для корня из 2 получаются. Вот. А здесь вот такая. А здесь вот такая. Но тогда это означает, что 109 с очень большой точностью равно 23 в пятой делить на 9 в пятой, которые еще, и понимаете, еще этой заразе повезло, что эта девятка – это 3 квадрат. Это же, понимаете, да, какое везение. То есть с огромной точностью, а следовательно с огромной точностью 109 равно… 3 в десятой на 109 равно 23 в пятой. Осталось только проверить, с какой точностью. Ответ с точностью 2. Это соседние через одно числа. И вот это и есть та самая великая и ужасная тройка, для которой 1,62,99. Самая чемпионская на сего дня. Ну а завершу я тем, что, во-первых, вы можете на самом деле поэкспериментировать с какими-нибудь дробями. Я не уверен, что он там… Я думаю, что он на этом успокоился и вышел в запой от счастья. Может быть, там есть какие-нибудь варианты еще похитрее, что-то вот в этом духе, и там что-то еще будет. Во-вторых, для вот этих кривых можно продолжать пытаться в каких-то кольцах целых, вот алгебраических чисел работать. Может быть, там тоже что-то новое родится. Не знаю, не пробовал, но в этом месте, понимаете, в этом месте еще не наработано ничего. Это вам не теорема фирма. Этой гипотезе всего-то какие-то 20-40 лет. Она вот. То есть получается, что, в принципе, чуть-чуть право-влево от тех методов, которыми уже работали, и будут вываливаться на вас новые серии легко, легко. Это, конечно, не какая-нибудь там, это не то, что великую термофирму доказать, но это некий след оставить. И, как бы, в принципе, вот каждый раз, когда получается новая тройка, исходя из каких-то новых идей, выясняется, что в ней этот фактор неминуемо прижимается к земле. Прижимается к земле. Вот как ни крути, из всех этих бесконечных серий троек, ну, то есть видно, что вот внутренние алгебраические причины, то есть я чем больше вникаю в гипотезу АБЦ, тем больше я верю в то, что она верна. Потому что, куда ни глянь, везде вот это вот такое вдавливание в землю идет от этого коэффициента. Ну и, наконец, значит, метод, который я предложил своему сыну Михаилу, он в данный момент в Сочи пишет Всероссийскую олимпиаду по информатике в Сириусе. Молодцы, кстати, вот они брали билет, когда, да, это было где-то в конце февраля. Вот, там на пару дней закрыли аэропорт. Ну, в общем, они сразу взяли на поезд, на всякий случай. Вот, ну и вот сейчас они там пишут, а метод такой. Напишите А логарифом 2 плюс Б логарифом 3 плюс С логарифом 5 плюс Д логарифом 7 плюс Е пропускаю, чтобы не путаться с этим самым, с Е, да, 11 плюс так далее. Примерно равно нулю. И на компьютере ищите комбинации целых А, Б, С, Д, Ф и так далее, при которых это равенство становится очень-очень-очень-очень точным. Ну, то есть, грубо говоря, вам тоже должно повести, как этому мужику с корнем пятой степени из 109. Как бы берите диапазон некий простых чисел, их натуральные логарифмы, понятно, до тысячного знака элементарно просчитываются там, до очень хорошей точности. После чего снабжаются целыми коэффициентами и просто заруливается там, насколько компьютера хватает, вы обнаруживаете случай, когда это равенство примерно равно нулю. А почему, при чем тут гибается за А, Б, С? А вот при чем. Если после этого это равенство экспоненциировать, да, то есть Е возвести в него, то справа Е в степени 0 это 1, а слева примерно будет, соответственно, это равно 2 в Атой, 3 в Бетой, так далее, вот. Теперь дальше. Так как эти числа были целые, то часть из них были положительные, а часть из них были отрицательные, да. Ну, из ненулевых. Ну, значит, положительные оставляете влево, а отрицательные направо. Получается что-то типа 2 в 17 на 7 в 5, например, на 29 в квадрате примерно равно 3 в 10, там на 11, на 13, ой, на 11, ну да, на 11, допустим, на 13 в кубе. Да я так, честно говоря, от балды написал. Но дело в том, что если вам повезет, то разница опять будет 2 или 3, например. Ну, это, конечно, вряд ли. Если здесь разница будет 2 или 3, то вы побьете этот рекорд. Но если даже не 2 и 3, а, например, 25 тысяч, то это все равно... Смотрите, какие здесь числа. Даже если 25 тысяч с лишним там проверится и обнаружится, что, ну, как бы радикал от него, ну, как ожидаем, равен ему самому, а это чаще всего и случается, да, с числами, ну, там не сильно меньше. Ну, все равно, значит, его самого умножайте на эти несколько простых. Ну, такой метод. Ну, я более-менее на этом и хочу завершить. Только хочу вас спросить. А вы понимаете, как быстро проверить на компьютере, что число n свободно от квадратов? То есть, что радикал числа n равен n? Что все простые в разложении встречаются только в первой степени. За какое количество шагов и как? Ну, вот если вы просто проверяете простоту, что вы делаете? Правильно, перебираете до корня квадратного из n. Так вот, здесь надо перебирать до корня кубического из n. И про каждый простой спрашивать, входит ли оно просто или в квадрате. Ну, и более-менее это очевидно. Ну, так, почти очевидно, что это уже все. В частности, например, проверить число в районе миллиарда на простоту, это уже набор некий, ну, как бы довольно большого количества действий. Нужно проверять до 30 тысяч все простые. А проверить такое же число на то, что его радикал равен ему самому, это проверить простые только до тысячи, до корня кубического из миллиарда, да? А тысяча, ну, это фигня, там сколько простых-то? Несколько штук всего. Ну, как, сотни-две, и все. Ну, вот и все. Спасибо за внимание. Вопросы?